Это биологически активные добавки фирмы Парадигма в профилактике и терапии болезней щитовидной железы. Ну и, наверное, сразу скажем, что тема эта более чем актуальна, особенно в связи с событиями в Японии и с катастрофой на их атомной репостанции, выбросом радиоактивного йода, еще неизвестно, в какую сторону повернет ситуация. Итак, щитовидная железа – это самая крупная железа внутренней секреции нашего организма. Ну, для примера, гипофиз весит всего полграмма, на ткочнике 5 грамм, а щитовидная железа весит 20 грамм. И ежедневно натруются, вырабатывают свои гормоны – тероксин и триодтиранин. И этих гормонов накапливается так много в железе, что раньше для лечения использовали высошенную щитовидную железу крупного рогатого скота. И надо сказать, что и сейчас, например, в Англии и в Соединенных Штатах Америки многие натуропаты по-прежнему используют именно несинтетические гормоны, а вытушенную железу для лечения, в частности, гипотириоза. Но этот метод имеет недостатки, поскольку саму железу довольно трудно стандартизовать. Как же устроена щитовидная железа? Как она производит гормоны? Щитовидная железа состоит из 30 миллионов фолликулов. Фолликулы – это такие маленькие пузырьки, которые внутри высланы клетками, высоко биологически активными, а снаружи опутаны огромной сетью капилляров. И вот эти внутренние клетки, или железистые петели, они продуцируют особый коллоид, которым и наполнены пузырьки. И коллоид состоит в основном из тириоглобулина. Это особый белок, очень богатый аминокислотой и тирозином. Причем эти аминокислоты, они обычно находятся попарно. Вот одна, а вот другая. И этот тириоглобулин расположен на поверхности щёточной каймы этих клеток. И когда кровь приносит йод, то начинает работать особый фермент тириопероксидаца, который включает этот йод в состав тириоглобулина, а именно присоединяет его к остаткам тирозина. Так что образуются или молекулы тирозина, которым установлено 2 атома йода, или 1 атом йода. А дальше, по мере надобности, этот тириоглобулин, уже ядированный, поступает обратно внутрь клеток желеистру и китейга. И там сливаются слизосомы, содержащие ферменты. И ферменты таким образом разрезают молекулы йодированного тириоглобулина, что из него образуется или гормон тироксин, то есть 2 молекулы йодированного тирозина, у которых находится по 2 атома йода, соединены между собой через атом тихлорода. Это и есть молекулы тироксина. То есть основной гормон, который циркуляет в нашей крови, щитовидная железа тироксина, это очень простая молекула. Она состоит всего из 2 молекул аминокислоты тирозина, каждый из которых находится по 2 атома йода, и они ссоединены между собой кислородным мозгом. А второй гормон, его где-то в 20 раз меньше, 3 йод тиранин, в одной молекулы тирозина находятся 2 атома йода, а в другой 1 атом йода. Итак, вот это я вам рассказал о том, как образуются 2 гормона щитовидной железы. Один называется тироксин, а другой называется три йод тиранин. А коротко их обычно называют Т4, это тирозин, содержащий 4 остатки йода, и Т3, это три йод тиранин, содержащий 3 остатки йода. Ну и все эти процессы протекают хорошо, как правило, у людей, которые питаются пищей, содержащей достаточно много белков, содержащих в основном животные белки, содержащие много тирозина, и, скажем, живут в приморских районах, где в пище достаточно йода. Если же йода не достает, что наблюдается в очень многих регионах России, то этот процесс нарушается, и гормонов будет недостаточно. Вот, оказывается, что эти гормоны, достаточно просто устроенные, Т3 и Т4, они влияют практически на все функции организма. Почему? Потому что рецепторы в них есть на каждой клетке нашего организма. И еще, сироксин и тиранин, они влияют на другие главные регуляторные системы нашего организма. На эндокринные железа, на иммунную систему, на центральную нервную систему. И через них тоже опосредуют свои эффекты. Если их много, и если их мало, то беда. Надо сказать, что ввиду важности поддержания концентрации этих гормонов на определенном уровне, организм их выработку строго регулируется. Вот, в основании мозга находится такое нейроэндокринное небольшое образование, как называется гипоталямус, который руководит работой всей вегетативной нервной системы человека и эндокринных органов, включающихся тавидное железо. И чуть ниже, на так называемом турецком седле, находится гипофиз, маленькое образование с горошином, которое выполняет команду гипоталямуса и в зависимости от потребностей организма вырабатывает трупные гормоны. Значит, то, что касается регуляции именно щитовидной железы. Когда надо усилить выработку гормонов щитовидной железы, гипоталямус вырабатывает особый гормон тириолиберин, который поступает в гипофиз. И под его влиянием гипофиз вырабатывает ТТГ, тириотропный гормон. Он поступает стопом крови в щитовидную железу и тут же начинается активный синтез и секреция этих данных крови. Если их накапливается достаточно много, то они по принципу обратной связи тормозят синтез тириолиберина и этот процесс замирает. И с другой стороны, когда гормонов щитовидной железы судна Д4, то есть тироксина вырабатывается достаточное количество, в гипоталямусе усиливается выработка соматостатина, который тормозит выработку тириотропного гормона. То есть, вот здесь собирая различные команды в организме, чуть тонко чувствуя потребности, гипоталямус постоянно регулирует выработку тириотропного гормона в большей или меньшей степени и таким образом стимулирует или ослабляет синтез гормонов щитовидной железы. И здесь важно понять вот какой момент, что нарушение выработки гормонов щитовидной железы они могут, конечно, исходить из центра, из мозга. То есть, если будут какие-то неполадки, гипоталямусе или и к ипофизе, и будет меньше поступать тириотропного гормона или больше, соответственно, будет наблюдаться уменьшение или увеличение выработки гормонов щитовидной железы. А с другой стороны, если под влиянием каких-то процессов заболеет щитовидная железа, вернее, взойдутся инфекционные, воспалительные, аутоиммунные заболевания и синтез гормонов щитовидной железы будет недостаточен, то ослабится обратная связь на гипоталямус. И гипоталямус будет заставлять гипофиз вырабатывать все больше тириотропного гормона. И это будет способствовать не только выработке гормонов щитовидной железы, но и росту щитовидной железы, то есть образованию зоба. Ну, простейший случай рассмотрим, чтобы это было понятно. Предположим, люди живут в йододефицитной местности и у них регулярно в питании не хватает йода. Железа не может проявить нужное количество тироксина. Соответственно, ослабляется связь с мозгом и мозг начинает производить больше тириотропного гормона ТТГ. И чем дольше длится этот процесс, тем больше будет разрастаться щитовидная железа. И это может быть не только в горных районах, например, в эпоху до Петра Первого в России во многих регионах страны женщины, у которых шея не была вот так раздута, и у них не было огромного зуба, они не имели шанса выйти замуж. То есть, скажем так, что же здесь случилось? Вот сейчас кто-нибудь без юноши раз упостится, но за редким исключением разные сейчас нехемито извращения. Мы же вообще в эпоху извращения, но кто-нибудь упостится на женщину зубом, скорее всего, в реальности. А тогда юноши с детства привыкали, что вокруг них девушки были вот с такими зубами. Они любили такими, какими они и есть. Почему это было? Потому что в до Петровской эпоху люди в основном, особенно в деревнях, ели репу. А репа, мы это дальше будем разбирать, мешает усвоению йода. И поэтому вот меньше образуется тероксина, поэтому ослабевает обратная связь с мозгом, вырабатывается больше ТТГ. Ну вот так работает этот механизм. Заболеваний щитовидной железы довольно много. И функционально они, как правило, выражаются или в виде избыточной выработки гормонов щитовидной железы. И это состояние называется гипертиреоз. Или тиреотоксикоз. Потому что гормоны щитовидной железы в избыточном количестве очень токсичны для организма. Особенно для сердца. Именно от поражения сердца умирают больные стереотоксикозы. А другой вариант поражения щитовидной железы в том, что вырабатывается мало гормонов щитовидной железы. И это состояние называется гипотиреозом. Это тоже тревата многочисленными страданиями организма. Но поскольку при всех наших предыдущих встречах мы начинали с гипотиреоза, давайте сегодня более подробно остановимся именно на гипотиреозе. Хотя он по отношению к гипотиреозу встречается реже. Как правило, гипотиреоз является проявлением нескольких болезней щитовидной железы, при которых в крови увеличатся уровни Т4 и Т3. Это базетовая болезнь, это токсическая аденома, это острое спаление щитовидной железы. Итак, базетовая болезнь. Вот я говорю базетовую болезнь. А, скажем, в Англии вам бы сказали, что это болезнь Грефса. А в Германии и в России базетовая болезнь. Кто прав? Значит, если посмотреть исторически, то в 1835 году ирландский врач Грефс первым в мире связал явление токсикоза с патологией щитовидной железы. И поэтому вот он был первым. Итак, это болезнь тиреотоксикоза называют болезнью Грефс А пятью годами позже в 1640 году немецкий окулист фон Базедов выделил в клинике картины основные его признаки триадов. Это пучеглазие помните как у Надежды Константиновой Крупской, да? Это зоб и тахикардию. И вот это основные принципы токсического зуба. Хотя позже было показано, что вовсе не обязательно, что всегда присутствует эта триада. Первым на этом первым, это, кстати, показал нас отечественной терапевт Боткин. Он первым стал наставив, что триада вовсе не обязательна. Вторая болезнь это токсическая аденома, что это такое? Вот в щитовидной железе могут образовываться узелки, узлы, которые заметны при прощупывании, пальпации шеи. Вот, и эти узелки или это доброкачественное опухоли, аденома, вот они могут вырабатывать избыток тиреоидных гормонов. Обычно клиническая картина выражена гораздо менее ярко, чем при болезни Базедова. Но если узелок не один, их 5, 6, 8, 10, и возникает вот такой токсический многоузловой зоб, то клиническая картина может по тяжести приближаться к Базедовой болезни. И наконец острое воспаление щитовидной железы, которое впервые описал ученый Д. Квервайн, его так и называют тиреоидит, тиреоидит воспаления щитовидной железы, тиреоидит Д. Квервайн. Это заболевание как правило является осложнением инфекционных болезней и протекает остро, но бывает оно очень часто. Как протекает Базедова болезнь? Чаще всего Базедова болезнь бывает у женщин. Вот представительница прекрасного пола, страдает ей чаще мужчин 8 раз. Типично она возникает между 20 и 40 годами. Предположенные к Базедовой болезни передаются генетические. есть работа, в которой отмечено, что чаще Базедовая болезнь бывает у левшей. Как проявляется Базедовая болезнь? Есть как минимум 12 основных признаков. Это тахикардия, аритмия, нервозность, бессонница, тремор или дрожание, потливость, жажда, потеря веса, кучеглазие, частый стук, понос, мышечная слабость, неостойнее и нарушение демопоэза. Уменьшается в крови количество лейкоцитов, особенно нейтропинок лейкоцитов и тромбоцитов. Вот это основные признаки Базедовой болезни. Какой механизм развития Базедовой болезни? Базедовая болезнь это аутоиммунное заболевание. То есть аутоиммунные заболевания такие, при которых иммунная система начинает сражаться с собственным организмом. И вырабатываются аутоантитела. Но не просто. Мы привыкли к тому, что аутоантитела обычно что-то разрушают. А здесь образуются особые аутоантитела. Чтобы понять, как они работают, обратимся к тому, как регулируется работа щитовидной железы. Я уже говорил о том, что декорфис вырабатывает особый тиреотропный гормон, которым есть рецепторы на клетках щитовидной железы. И он стимулирует выработку гормонов и рост щитовидной железы. Вот эти аутоантитела не по форме абсолютно точно воспроизводят гормон щитовидной железы. И поэтому действуют на щитовидную железу точно так же, как гормон. То есть щитовидная железа как бы думает, что на нее сел гормон. И когда антитела садятся, она начинает синтезировать огромное количество гормонов. Вот так развивается это заболевание. И для его постановки очень важно определять аутоантитела к рецепторам для тириотропного гормона. Правда, сразу отметим, что бывают и другие аутоантитела к рецепторам для тириотропных гормонов, которые, наоборот, ведут к подавлению работы щитовидной железы. И отличить их врачи умеют только по клинике. Одни аутоантитела привык к болезни, импозитовую болезнь, импозитовую болезнь, а другие, наоборот, к тяжелому гипотириозу, мексидену. Мало иметь предрасположенность к болезни. На однояйцовом близнецах показано, что один человек может прожить всю жизнь, и у него не разобьется базе этого болезни, а другая женщина попадает в какую-то ситуацию, и у нее очень рано развивается это заболевание. То есть, когда мы говорим, что гены это судьба, это не совсем так, это преувеличение. Какие же пусковые механизмы существуют для генетически предрасположенных индивидуумов? на первом месте стоит тяжелый стресс. Тяжелый длительный стресс. Как правило, есть люди, которые склонны тяжело переносить стрессы. Например, для женщин очень часто таким является развод. Неожиданно развод, муж приходит домой на коне, она говорит, мне готово, ты знаешь, дорогая, мы и разводимся. И вот она, для нее это, для кого-то это неизбывное горе. Разводы, они стоят на первом месте. Инициации в базе твоей болезни. Также практически часто стоит для многих смерть близкого родственника. Это действительно очень серьезное горе. Вторая по частоте причина это курение. вы скажете, как же, многие женщины курят и у них нет базидовой болезни. Но я уже сказал, что на предрасположении курение это очень тяжелое испытание для женского организма по очень многим причинам. И вот в данном случае тоже. Третье это избыточное поступление йода. вот это очень важная причина. Есть масса механизмов, по которым йод может вызывать базидовую болезнь. И даже описана болезнь, она через черточку пишется, болезнь йод базидова. Но а как откуда вдруг в организме может взяться избыток йода? Ведь пища не так им богата. Вот начиная с 1924 года в Америке, а потом в других странах мира начали программу усиления снабжения населения йодом через йодированную соль. И все бы хорошо, но многие люди любят слишком солить. И вот это послужило нарезу людьми факторами. Это конечно вот йодированная соль сыграла огромную роль в плане предупреждений гипотерезного. Но для многих людей она сыграла плохую роль. И те люди, которые очень любят солить. И не обращают внимания, что йодированная соль или нет. Вот для них сыграла плохую роль. Вот еще какой момент. Вы знаете, что часто во время в России, это я знаю абсолютно точно, население у нас после Чернобыля очень сильно напуганное. и когда передают, что где-то происходит катастрофа радиационная, особенно йода много поступает, вот население начинает скупать йод и пить его в огромных количествах. Например, буквально несколько лет назад была тревога, по-моему, ложная. Это широко обсуждали в газете. В каком-то городе у нас то ли закрытом произошла какая-то катастрофа. И передали по радио и население стало скупать йод, так что в аптеках не осталось ни одного пузырька йода и буквально пить его в больших количествах. Знаете ли вы, что в одной чайной ложке наполненной йодом содержится количество йода, которое в принципе хватает человека на всю жизнь. И если человек пьет йод чайными ложками, то спасти потом его щитовидную железу практически невозможно. Уж если человек попал в такую ситуацию, что у него под рукой нет нашей биодобавки тел, который является изумительным источником йода, то ему можно, а под рукой есть только баночка с йодом. Если я просто говорю, так сказать, может быть, в этих сложных ситуациях. Во-первых, можно просто тело намазать йодом, и организм обычно берет почти еще тело. Столько, сколько надо. Кстати, одним из причин повреждения щитовидной железы бывает особенно у маленьких детей. Раньше врачи не знали, когда перед операциями обрабатывали слишком сильным йодом. Ему слишком много всасывалось. Но, в принципе, если намазать йодом, он всасывается, это может тоже затормозить усвоение радиоактивного йода. Потому что никого радиоактивный йод очень опасен, для людей с дефицитом йода. Потому что он тут же занимает место. А когда есть нормальный йод в организме, то идет между ними конкуренция, и нормальный обычно стабильный йод попадает. А уж если какая-то ситуация длительная, например, которая была оскармана в советских концлагерях, то священник и врач Кловенский придумал такой способ, когда йод капается в молоко, и в этом случае организм усваивает йод дозированно. То есть расщепляет этот комплекс йода с герком в такой степени, что он поступает в организм дозированный не просто, чем нару. Следующая причина возникновения базедовой болезни у предисположенных людей это отравление ртутью и кадмием. К сожалению, это сейчас одна из главных причин базедовой болезни. Кстати, вот только сегодня сутро я с ужасом смотрел по первой программе 8 часов 37 минут по моим часам совершенно страшную передачу очередную о подпольной пище, которую делают у нас в стране, в частности в Москве, о производстве лжемасла. Вот показали какую-то подпольную мастерскую, где из какого-то растительного жира и синтетической массы делали якобы масло и упаковывали его в упаковку известных фирмы. Сколько лет проработала это неизвестно. И помимо того, что это была чистая отрава, как сказали дикторы по первой программе, там было огромное количество кадмия. Ну, как быть... Под сливочное масло. Под сливочное масло косили, да. Вот. Но вообще кадмия очень много и в сигаретах тоже. То есть женщина, которая курит пачку сигарет в день, она отравляет или даже полпачки, она отравляет что-нибудь кадмия очень основательный. Кадмия это самый трудно выводимый металл из мозга в частности. Возможно, считается, это ртуть. Ну, если раньше мы говорили, что основное отравление ртутью это от разбитых градусников и в школах в деле катастрофа, то сейчас известно, что ввиду того, что ртуть широко используется в промышленности, в мире ежегодно в окружающую среду поступает 5000 тонн ртути. И все это в итоге попадает в море, там она превращается в органическую метил ртуть, идет в биологических цепочках, и в итоге потом с рыбой, с другими продуктами попадает на стол. Именно из-за этого в Соединенных Штатах Америки самую полезную рыбу тунец, горбушу, лосось. Беременным женщинам сначала предлагали есть не чаще двух порций в неделю, а теперь предлагают вовсе отказываться. И маленьким детям, то есть многие спрашивают, откуда взять незаменимый омега-3, вот из наших добавок, которые добывают из неотравленных рыб, еще бывают котеи на земном шаре в северных регионах, и к тому же их тщательно чистят. Действием чего является сертификат. Следующий фактор употребления лекарств. Некоторые лекарства очень богаты йодом, и они могут привести при длительном приеме тоже к отравлению щитовидной железы. В частности есть такое лекарство, но чаще всего ссылаются специалисты щитовидной железы, им лечат гипертонию, его принимают годами, оно очень эффективно. амьодорон, возможно, они имеют и другие названия. Ну, и, наконец, инфекции. Инфекции, особенно вирус, они тоже могут быть провокаторами развития базедовой болезни. как диагностируют базедовую болезнь. В крови, как правило, очень высокие уровни Т3 и Т4 свободных. Часто определяют несвободные Т3 и Т4, не очень понятно, какой в этом смысл, потому что активны только свободные Т3 и Т4. Также в крови наблюдается очень низкие уровни ТТГ, поскольку избыточный синтез свободного Т3 подавляет синтез ТТГ. И определяются антитела к рецепторам для тиреотропного гормона. Вот что необходимо и чтобы поставить диагноз. Ну, также врачи часто проводят сканирование с радиоактивным йодом, и очень активная железа сразу захватывает его, и если есть там узлы, они тоже очень быстро проявляются. Как лечат вот вазедовый болезнь? Ну, врачи применяют лекарства, которые называются тиреостатики или антитириоидные лекарства. Эти лекарства блокируют синтез тиреоидных гормонов. Наиболее популярным лекарством у нас в стране является меркозавил. Одновременно врачи рекомендуют пищу богатую по калориям, поскольку в организме все сжигается мгновенная из-за избытка гормонов щитовидной железы. Богатые белком, потому что белок очень активно разрушается, богатые микроматериемы пищи, витаминами, минералами и другие, потому что они расходуются очень сильно. данные по ограничению богатым йодом пищи противоречивы, но биодобавки с йодом следует исключить. Есть такая рекомендация при ботезовой болезни. Также следует исключить еду, содержащую кофеин и другие стимуляторы, поскольку эти пациенты и так все время на взводе, как порох. если у пациента умеренно выражен тиреотоксикоз, то многие натуропаты используют еду, связывающую йод. Например, они назначают буквально полка чина капусты в день людям, чтобы уменьшить. Или соевое молоко. В соевом молоке содержится максимальное количество веществ, которые связывают вещества. Какие биологически активные добавки рекомендуются? Показано, что высокие уровни тиреоидных гормонов увеличивают чувствительность ткани к повреждению свободными радикалами. Особенно это относится к повреждению сердца и мышц. Степень повреждения сердца кардиомиопатия и мышц миопатии при базидовой болезни прямо коррелируют с отискительным стрессом. Есть специальная работа, в которой на большом количестве больных с гипертиреозом назначали одной группе людей только специфические лекарства тиреостатики, а другой тиреостатики и одновременно антиоксиданты. В течение 8 недель назначали 10 тысяч ежедневно международных единиц бета-каротина, 200 мг витамина С, 55 международных единиц витамина Е и 60 мг селена. И оказалось, что вот такое совместное лечение лекарством и натуральными антиоксидантами гораздо быстрее нормализовало уровень тиреоидных гормонов. Когда мы говорим о лечении тиреотоксикоза, то есть ряд биодобавок, которые в клинических испытаниях себя хорошо зарекомендовало. Давайте на них остановимся. Витамин А. Показано, что витамин А в больших дозах ингибирует синтез тиреоидных гормонов за счет нарушения метаболизации йода и облегчает симптомы базетовой болезни. Также исследования в эксперименте на животных показали, что витамин А в больших дозах уменьшает проникновение антироксина в клетки и подавляет активных ядерных рецепторов для гормона Т3. Витамин С. При тиреотоксикозе содержание витамина С в организме существенно снижено. Добавки витамина С помогают облегчить симптомы и метаболические эффекты при тиреотоксикозе. Витамин Е показано, что витамин Е защищает организм от действительных повреждений при тиреотоксикозе. В то же время содержание витамина Е при тиреотоксикозе практически у 100% пациентов снижено. Силен Низкие уровни силена при тиреотоксикозе хорошо известны. Кальций Метаболизм кальций изменен при тиреотоксикозе и больные базировые болезни склонны к остеопорозу и переломам. Цинк Но цинк является как бы знаковым минералом для тиреотоксикоза. Его обычно определяют в эритроцитах. При тиреотоксикозе содержание цинка в эритроцитах существенно снижено. Подобно тому, как испорченный глюкоза или гликозилированный гемоглобин отражает у диабетиков уровни глюкозы за несколько месяцев, так и содержание цинка в эритроцитах отражает уровень тиреоидных гормонов за несколько предшествующих месяцев. При тиреотоксикозе цинк усиленно вводится с мочой и подавляется его ассимиляцией тканями и подавляется его усвоение в тишечке. Поэтому цинк является обязательной частью борьбы с тиреотоксикозом. Одно из самых главных добавок, обладающих удивительным эффектом при тиреотоксикозе, является элькарнитин. Показано, что элькарнитин угнетает поступление тиреоидных гормонов в гиадроклетах. Из-за низкой токсичности карнитина ученые предлагают назначать у больных базировую болезнь во время беременности и лактации. При печеночных болезнях и болезнях крови как прием антитиреоидных лекарств может быть нежелательным. То есть элькарнитин очень активно подорвает симптомы и токсическое действие при тиреоидных психозе. Кофермент Q10 тоже оказывает очень положительные действия. И это неудивительно, потому что практически у всех больных гипертериозом удивительно нести концентрации комплементов Q10 в плазме крови. Есть ряд рекомендаций. Вот американские ассоциации врачей дают в частности такие рекомендации. Они рекомендуют при тиреотоксикозе, при болезни базирова и при других формах тиреотоксикоза витамин А в дозе 50 тысяч международных единиц или 6 миллиграмм бета-каротина, что соответствует 10 тысяч международных единиц. Или и то, и другое. Витамин С не рекомендуют в дозе 2000 миллиграмм. Витамин Е в дозе 800 международных единиц от 100 в день. Силен 60 микрограмм в день. Л-карнитин 24 грамма в день. Коффермент 10 50 тире 100 миллиграмм в день. Также рекомендуют на область щитовидной железы, прикладывают кассеты со льдом на 15 минут в день для улучшения симптоматики. И если возникает сильная тахикардия, то такие кассеты прикладывают к области сердца. Область сердца на самом деле не вот здесь, в тадуле отрубленная, а вот здесь. гипотириоза это то, что касается гипотириоза и для тех, у кого он есть, очень важно, но на самом деле, на самом деле основное, что видят врачи, конечно, по количеству пациентов, это гипотириоз. Это гипотириоз или снижение пунктов щитовидной железы. Гипотириоз бывает средней террорист и выраженной. И эта болезнь еще называется мексидема. И бывает легкий гипотириоз. Ну, мексидема это в подавляющем большинстве случаев является проявлением болезни, которую описал первым японский врач-ученый Хошимота в 1912 году. Эта болезнь называется аутоиммунная тиреидит Хошимота или лимфо-аденоидный зуб. Почему он так называется? Вот представьте себе, при этой болезни, как правило, щитовидная железа очень большая. И если взять ее на гистологию, очень большая. И если взять ее на гистологию, то врач не сразу понимает, что ему дали. Селезенку или щитовидную железу, она вся инфильтрирована лимфоцитами. Это идет такая мощнейшая атака на собственную щитовидную железу. То есть это очень тяжелое аутоиммунное заболевание. И здесь двойной механизм. С одной стороны образуются аутоантитела против компонентов щитовидной железы, а с другой стороны образуются иммунные лимфоциты, и те, и другие разрушают щитовидную железу. И сплошь, что же он-то разрастает? Парадокс. Когда щитовидная железа поражается, она, как я уже говорил, начинает вырабатываться меньше гормонов. Ослабевает обратная связь, растормаживается гипофиз, и он вырабатывает все больше ТТГ. И этот процесс, если не лечить, он идет все больше и больше. так что образуется аденома гипофиза. А здесь, если представить, врач представит стетоскоп, трубочку, то он услышит пульсацию, настолько в железе огромное количество сосудов. Вот так протекал. Раньше врачи еще не умели лечить. Это страшное заболевание или зоб хошемота. Или зоб хошемота. Ну, поставить этот диагноз очень просто. В крови уменьшается содержание Т3 и Т4. Соответственно, увеличивается количество тиреотропного гормона и определяются аутантитела в щитовидной железе. Как правило, к тиреоглобулину, о котором он говорил, или к тиреокероксидазе, или к тому и другому. А бывает, что и к рецепторам для тиреотропного гормона это гораздо реже и это антитела совсем другие. Они не стимулируют железы. Как правило, больная мексидема это женщина средних лет с ожирением, гипотомией, выпадением волос, зобом, запорами, отекшей кожей и массой других проблем. но гораздо чаще встречается легкий гипотиреоз. Вот легкий гипотиреоз мы с вами обычно встречаем, чтобы обсуждать болезни цивилизации, те болезни, которые из-за современного образа жизни приняли эпидемический характер. Вот такой болезнью является именно гипотиреоз. в разных странах разные данные. Вот есть данные, что, например, в Англии 10% взрослого населения в стране или субклиническом гипотиреозом в Америке 15%, у нас тоже очень-очень много. И часто эту болезнь в уровне не диагностируют, это еще называется молчаливым субклиническим гипотиреозом. При ней гормоны щитовидной железы вроде бы в норме. Но здесь сразу надо сказать об одном таком щекотливом моменте. Что есть норм? Вот если человек приходит к врачу, то ему всегда делают анализ и он смотрит в скобочках. Что написано в скобочках? Вот пидок, потому что норма никогда не бывает какое-то одно значение. Вот организм поддерживаем. Ну как поделять норму? Берут большое количество людей. Это скажем 10-100 тысяч определяют. И вот оказывается что норма для гормонов щитовидной железы, ну скажем для тероксина, она очень широкая. Очень широкая. тероксина предположим у вас где-то ближе к нижней границе норма. Вроде норма, но для вас норма вот здесь и у вас на самом деле гипотиреоз, а достаточно немножко он снизился, как для организма это была катастрофа. И в ответ на это будет некоторое увеличение ТТГ, то есть типично, что гормон при скрытом гипотиреозе тероксин у нижней границы нормы, а ТТГ повыше. Но у ТТГ тоже широкая норма. И ТТГ может быть тоже в норме, но у высшей границы нормы. И если врач недостаточно опытный, он может это, если это не эндокринолог у вас послал, может точно не определить норму и норму. Норма она и есть норма. А среднестическая норма для вас может быть не норма. Но все-таки чаще скрытый гипотиреоз проявляется так, что Т4 у нижней границы нормы, то есть среднестической, а ТТГ все-таки повышен. Вот какие проявления легкого гипотиреоза, на что часто не обращают внимание клиницисты. Это 10 симптомов. Самое главное это упадок сил, хроническая усталость, немотивированная. Второе это гипотермия, руки и ноги всегда холодные. Третье это ожирение, вроде человек есть меньше даже других людей, он никак не может похудеть, у него жир не горит. Четвертое это плохая оперативная память, забывчивость. Те на свободного Т3 тут же мозг начинает вырабатывать меньше гормонов счастья серотамина и дофамина. Пятое секс больше не привлекает и женщину становится фрегидной. А у мужчин падает и потенция. И связано это с тем, что как только даже чуть не хватает гормонов щитовидной железы, половые железы начинают вырабатывать меньше гормонов головы. Шестое это предменструальный синдром. Когда женщина один раз в месяц становится видной. Седьмое это немотивированная боль в мышцах и суставах. Восьмое сердечные приступы, гипертония, хотя многие врачи чаще отмечают гипотонию при гипотириозе, но бывает и так. И если врачи внимательно смотрят кровь, то они практически всегда при гипотириозе отмечают высокий холестерин. То есть могут быть и высокие триглицериды крови, но типичен холестерин. То есть если упорный холестерин в крови высокий, именно плохой ассоцированности в партийне низкой плотности, тот самый, за счет которого только могут возникнуть атерофтератические бляшки. Надо всегда подумать, а нет ли от легкого гипотириоза. И в последнее время сделано такое удивительное открытие, что у больных гипотириозом увеличивается существенно синтез ядовитой аминной кислоты в печени гомоцистеина главный врага современного человека. Это такая аминокислота, которая повреждает сосуды. И при сочетании холестерина высокого и гомоцистеина это прямой путь к атеросклерозу. То есть человек может следить с своим здоровьем, все делать правильно и только не обращать внимания на то, что какие-то симптомы, которые сейчас перечисляю, не обращаться к врачу, а чаще к врачу не обращаются сами врачи, и умереть от атеросклероза в сердечном приступе. Совершенно просто. Вы знаете, когда я готовился к лекции, я так испугался, что пошел в лабораторию инвитро и сам сдал все анализы. Но анализы оказались на редкость хорошими. На редкость хорошими. Я проверил свободный Т3, в лабораторию инвитро, там удивительно безболезненно берут кровь. И я проверил вся Т3, он оказался ровно в середине нормы. Свободный Т4 тоже, оба свободные, он тоже оказался в середине нормы. ТТГ он оказался в середине нормы. А вот антитела к тириопероксидазе они вообще не определились. И аутоантитела к тириоглобулину они тоже не определились. Ну и заодно, поскольку мужчины обычно никогда из страха не определяют свой простатспецифический антиген, а после 45 лет рекомендую сделать ежегодно, я второй раз в жизни рискнул и проверил его. И боялся этого анализа, как настоящий мужчина больше всего на свете. Он тоже он должен общий быть не больше 4, у меня он полтора. Так что я пришел к поводу, что правильный образ жизни и биодобавки играют в свою роль. Я хотел его проверить и забыл, сказал, у меня был верхний угол бумажки, который я написал. Забыл, забыл, просто вот забыл, забыл, что он так. Вот. Девятый кожа, кожа, как правило, холодная, сухая, часто возникают фрумпулы, экземы, даже псориаз при гипотериозе. И, наконец, десятое, это повторные инфекции, частые простузы и кандидоз. Вот кандидоз, так же, как высокий холестерин, является патогомоничным для легкого гипотериоза. То есть, люди всю жизнь лечатся от кандидоза, а им надо повысить уровень гормона вещественной железы. И я еще не сказал, что опытные врачи, когда они лечат гипотериоз, они часто, если нет возможности, они говорят, ну-ка, проверим холестерин. Если холестерин является нормой, они говорят, ну, все в порядке. Айдет. Потом. Потом. Вопросы после лекции идет за этим. Какие причины легкого гипотериоза? и не только легкого. Но в 5% случаев причина заключается в нарушении работы гипоталямуса и гипотеза. Это называется, то есть, каждый 20-й случай, это называется вторичный гипотериоз. Когда гипоталямус начинает вырабатывать меньше тиролиберина, а гипотеза начинает вырабатываться меньше тиреотропного гормона. Почему это происходит? Ну, это происходит, я говорю только данной литературы. В большинстве случаев из-за курения. Все говорят, курение, кто не курит, тот и пьет, то здоровьем, тем умремем. Россия почти самая курящая страна в мире. Поэтому у нас в стране гораздо больше, чем 5% занимает вторичный гипотериоз. И кармий очень сильно поражает гипоталямус и гипотез. И особенно, кто не курит и не пьет, алкоголь, избыточный алкоголь, особенно считая нескурением, очень сильно поражает гипоталямус и газорную систему. Если вы знаете, уже в первые годы перестройки, я сам читал доклад Ельциного в состоянии здоровья нации, он висел в интернете. Наверное, сейчас он может найти по ключевым словам. В четыре раза возросло потребление спиртного. Но просто раньше надо было помнить, какого сортка. Они сошлись как перерубя на водку, сошлись как водка на троих. Надо было скинуться, надо было рубль от жены за нынкой. Помните, родственник рубит и они. А сейчас спиртное стало такое дешевое. К тому же испорченное тоже. Очень важно для работы мозга в этом плане нормальное количество А и Е. Оказывается, люди указывают гипоталяноз по витаминам А и Е, у них нарушается работа гипоталянуса и гипоталяноза. И не только у людей. Вот датские ученые провели опыты на свиньях. Свинь очень похожи на люди по идеологии. Из корма свиней удаляли витамин А. Уже через две недели уменьшалась работа щитовидной железы. И только и было показано, что это происходит из-за нарушения гипоталяноза гипоталяноза гипоталярной системы. В 95% случаях гипоталяроз возникает из-за поражения самой щитовидной железы. И это связано прежде всего с провоспалительным характером современного питания. В интернете висит очень интересная статья. Она называет «10 самых великих открытий совершенных по-моему в 21 веке. Последние 10 лет». И в области медицины там два открытия самыми главными считаются. Первое это то, что большую часть современных болезней включает болезнь от геймера и рак и атеросклероз и диабет и очень многие другие не только ревматоидные архи являются проявлениями воспалительных заболеваний. Хронические воспалительные болезни это организм. Это главное открытие современности. И второе это то, что о роли микрофлоры. О том, что у нас имеется совместный геном, в котором наши гены занимаются несколько процентов. Основной это гены бактерий. И наши полезные бактерии играют огромную роль. Вот эти два великих открытия сделаны. И беда современного питания в том, что оно ровоспалительное. С чем это связано? Прежде всего с избытком рафинированных сахаров и продуцированных им инсулина. Подво влиянием инсулина слишком много вырабатывается. мы много говорим об этом каждый раз. Одним из главных моментов является, что в этой ситуации угнетается работа ряда ферментов. Особенно того, который называется дельта-6 десатураза. Под действием этого гормона из омега-6 линолевой кислоты образуется гамма- линоленовая кислота. Вот когда человек ест много рафинированных углеводов, особенно в сочетании даже с хорошими насыщенными жирами, берет белый хлеб, намазает на толстый слой масла и кладет жирную буженину. Несколько таких бутербродов синтез уже погавлен. Что уж говорить о маргарине, который является ядом для этого фермента. И как только не хватает тростогландина Е1, тут же в организме наступает кровооспалительная ситуация. К тому же дельта-6 десатураза является главным ферментом, об этом просто меньше говорят, и в метаболизме незаменимой омега-3 жирной кислоты альфа-риноленовой. При участии этого фермента образуется особая стереодоновая кислота, из нее уже потом через цепь превращений вот те жирные кислоты, которые входят в состав нашей омега-3. То есть я сразу хочу сказать, что для основной массы людей, для предотвращения всех болезней, не только гипотериоза, это вот главными добавками являются наша омега-3 добавка и бура-шоэл, масло семян буращин, которое содержит рекордное количество гамма- длинновеновой кислоты. то есть человек может питаться полностью правильно, но если у него будет дисбаланс омега-3 и омега-6 жирных кислот, и если будет подавлен синтез простагландина Е1, то он уже обречен на все болезни цивилизативные, кандамент всех современных болезней. То, что в современной печи не хватает различных антиоксидантов, витаминов, минералов, картиноидов, лаваноидов и так далее, это тоже ключевой момент провоспалительного питания, потому что антиоксиданты являются антивоспалительными веществами, и наоборот, свободные радикалы разжигают костер избыточного воспаления. То есть вот эти две темы смыкаются. Вам говорят, что очень важно, что ваша пища была богата антиоксидантами. Одновременно это означает, что ваша пища как только будет богата антиоксидантами, она будет богата и противовоспалительными веществами. Другая причина, еще одна причина питания нехватка тирозина и фенилоланина, то есть тех молекул, из которых образуются гормоны щитовидной железы. Я сказал, что гормоны щитовидной железы образуются из тирозина, а тирозин может образовываться из аминодислоты фенилоланина. И у людей, особенно приверженств вегетарианского питания, которое считается очень полезным, часто не хватает этих аминодислот. Следующая причина это йода-дефициты или йода-избыток. Это тоже очень может повлиять на развитие гипотириоза. Вещества, которые ведут выяснение зубов в нашей пище. Это, как правило, сырые крестоцветные растения семейства горчичных. Капуста, цветная капуста, кальраби, брюссельская капуста, горчичные водоросли, брюква, репа, горчица, соя. Вот все это, я имею в виду, все это сырые, как только вы подвергаетесь ковалой обработке, эти плохие качества теряются. Правда, отчасти хорошие другие качества тоже устраняются. Поэтому, вовсе, я не призываю вас, чтобы вы не ели полезную капусту сырую, просто это надо делать ограниченно. Даже, к сожалению, для вегетарианцев, которые говорят, а мы мясо заменим на орехи. Сырые, арахис, ну, слава богу, арахис жарит, и, кстати, при термической обработке арахиса его полезные свойства для человека увеличиваются в несколько раз, потому что не только потому, что увеличивается и ликвидирующая способность связывать йод, но и потому, что увеличивается резкая антиоксидантная активность. Миндаль, кедровые орехи, грецкие орехи, в большом количестве они будут связывать йод и будут нарухать работу щитовидной железы. Ну, чтобы вы нас всегда запомнили, я вам расскажу типичный пример, который приводится во всех учебниках эндокринологии. В 1949 году в африканской стране Танзании врачи решили идти в ногу с современностью и у школьников для предупреждения зоба проводить им программу единизации. Им всем давали таблетки с йодом. Йод, содержащие таблетки. Но поскольку врачи были грамотные и знали, что школьники Танзании получают мало животной пищи, им на деньги спонсоров бесплатно давали молоко. Вот казалось, представьте себе, парадоксальная ситуация. Детям давали молоко, богатое тирозином, от местных коров хороших йодные таблетки, а у детей началась эпидемия зоба. Почему? Оказалось, что коров кормили водорослями семейством горчичных. И вот эти струмогенные вещества, лизобогенные попадали в молоко коров. Кстати, то же самое люди у нас, которые пьют не кипяченое молоко, которое, в принципе, оно и очень полезно. Но если коровы едят струмогенную пищу, то молоко это тоже будет связывать йод и мешать его усвоению. в салону, все в салону, и мешать, и мешать. Продолжение следует...